На библейский портал Экзегет поступил вопрос, помогают ли нам наши близкие после своей кончины. Надо разобраться, помогать могут усопшие только в том случае, если они достигли цели, вошли в Царство Небесное. Когда люди просят о помощи близких, немножко непонятно, почему обращаются именно к своему собственному сроднику. В нашей церкви есть сон святых, и мы постоянно через богослужение с ними общаемся. И мы уверены, что эти святые, это наши старшие братья, которые уже находятся в раю, они достигли цели, они прошли этот путь очищения, и находясь в Царстве Небесном, они могут нам помогать безспорно. Что касается молитвы к усопшим, надо быть очень осторожным, потому что часто слышишь такие слова, такой рассказ. Я вот молился своей усопшей маме или бабушке, она ко мне пришла, я с ней общался, она мне приснилась, я от нее услышал какие-то наставления, советы. Вот этот диалог с усопшими, святыми отцами запрещается. Запрещается. Почему? Потому что во время общения с душами бесы могут явиться в виде усопших родственников, и вместо того, чтобы общаться со своей мамой или дедушкой, ты будешь общаться с бесом. А такое общение человека может привести к страшному духовному состоянию, трелести, да и какого-то сумасшествия. Поэтому, если ваш родственник был человеком праведным, надо за него молиться, читать псалтирь дома, в храме заказывать поминовение на проскомедии, служить панихиды, литию. Это можно делать и мирянам, приезжать на кладбище, особенно в памятные дни, и полагаться на волю Божию. То есть, Бог будет сам с нами как-то взаимодействовать, если мы будем молиться за наших усопших, но не комментировать, не догадываться, если там кто-то помог, кто это сделал. Вот, я думаю, так надо сказать. Наш долг христианский за всех усопших православных людей возносить за упокойной молитвой. И вот, если мы это будем делать, нам будет польза. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok